привет друзья с вами владимир коваленко от же мастер кладки и сегодня будет очередной видео ответ на видео вопрос одного из моих подписчиков рефата у нас сегодня идет третий день и как всегда по нашей доброй традиции третий ролик рефат писал мне комментариях расписал все подробно в принципе было понятно но незамедлительно снял видео вопрос скинул мне вконтакте прислал я посмотрел собственно сегодня делаю видео ответ а тема видео вопроса это перевязка бутового камня у него возникли некоторые сложности некоторые трудности вот по перевязке бутового камня поэтому сегодня я растолкую покажу кстати по этому моменту именно по перевязке бутового камня очень много задают вопросов вова что делать класть бутовый камень или ставить вдоль в поперек по диагонали как вот потому что ну в любом случае у новичков также как и у кирпичной кладки в бутовой камне возникает много вопросов и просто человек приступает к работе и на первых двух камнях становится просто от ступор ну а теперь давайте меньше текста больше дела слушаем видео вопрос рефата здравствуйте владимир видео обращение все хотел с вами связаться как-то не было возможно ни компьютера ни телефона взял телефон и так бы стал уже можем передать вам свой вопрос пожалуйста вот у меня например строение это строение будущего дорожа получается 6 на 4 высота где-то почти 260 я хочу выложить и сбутого камня у меня ширина ширина дамит а где-то 28 28 бутовый камень как бы вольвирует большой ну у вас на видео видно что у вас лицевая сторона ложится полностью кипяча и 2 а между ними вы забутовываете как бы вот у вас хватает вот у меня 28 сантиметров ширины какая-то проблема я боюсь если я положу лицевой например положу его вот так вот у меня еще остается вот где-то видите тут расстояние для ну как бы сказать еще для камня ну камень положить вот так постельной часть я как бы не смогу потому что не хватает а можно ли его положить ну не положить а поставить например вот так вот 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 этой частью поняли для меня что например он как бы ложковой частью запону так вот стоял чтобы если нитки вытягивать чтобы задняя часть была ровно по штробе и по зачалке и лицевая сторона и не упадет ли он потом камень вообще когда вот например ну холод мороз или жара жарю так не отвалится от раствора или или может мне как-нибудь его делать это с перевязкой вот с перевязкой а высота мне где-то будет примерно такая вот вот такая где-то сантиметров надо 30 высота высота высотой для вот это я хотел бы ну под гора что-то у меня дальше будет уже как бы вам сказать это стена идти вот на примыкание мне к сараю будет идти вот вот если можете пожалуйста сделайте видео ответил или мне просто напишите возможно ли ставить вот эти бутвы камни и что с ними делать когда вот вот такие вот зазор остаются можно ли ставить что я не упадут ли они не отвалится вот если ответить мы за вас болеем сюда смотрим ваши видеоролики в общем ситуация понятно так как я и говорил риф от столкнулся с некоторыми вопросами именно по перевязке естественно опыта нету практики нету для новичка это вполне нормально у меня тоже самое было я когда начинал свое время кладку бутового камня я не знаю я там свои первых пять камней я наверное их полдня думал куда как покласть как его лежа поперек по диагонали здесь еще есть один момент потому что у нас допустим идет гранитный камень вот у рифа то получается как бы слоистый камень по типу как песчаник он мягкий соответственно он не колодца будет лучше вот его можно кувалдочкой сформировать до того скажем так камня который вам нужен в данном случае наш гранитный камень очень крепкий и сейчас уже нету того камня который кололся очень хорошо этот камень практически не колется то есть нужно только доводить до какого-то определенного нужного мне формата скажем так камня нужно именно ударной техникой кувалды того нету что есть где-то ниточка ударил камень раскололся у нас сейчас не тот камень возможно где то есть но у нас этого камня уже нету так что нужно еще учитывать структуру самого камня очень ладно что-то я заговорился приступаю к видео ответу итак друзья я сейчас смоделирую ситуацию рифа то давайте возьмем один вот допустим широкий камень но смотрите у нас камень он как бы калиброванный приблизительно размеры его одинаковый то есть я его как положил так и поставил соответственно вот так вот он как лежит так можно сказать и стоит но естественно у меня здесь ровная грань поэтому я его буду укладывать вот так смотрите смоделировали уложил я здесь у меня ширина фундамента 30 сантиметров так давайте вот так вот поставим чтобы он стоял и остается вот этот блинчик то есть ситуация такая же как и у рифа то и возьмем такой же самый камушек вот ставим что делать можно ли его так ставить здесь опять же отталкиваемся от того какая будет высота у нас соколем у него 30 сантиметров поэтому или вот так вот принципе сделать или вот так вот покласть его а сверху сделать перевязку ну чем перевязку сделаем ну допустим допустим вот таким вот камнем вот уже у нас как бы идет перевязочка ну вот так вот будет видно да то есть уже идет перевязочка и отсюда и пошли пошли то этот камень он уже никогда не выпадет отсюда вам есть второй момент как я уже немножко ранее сказал камень может слоиться в нашем случае это гранит естественно он не слоится его как поставил так он и будет стоять пока собственно весь соколь не распадется но никогда в жизни он не отслоится поэтому нужно учитывать момент еще как бы слоев то есть может как-то отпасть допустим слой ну не знаю я с таким камнем со слоями не работал поэтому ничего не могу точно сказать по этому вопросу сейчас я как бы и технический момент просто вам вот так расскажу что можно еще сделать можно его также допустим вот так вот поставить так ну давайте чего сейчас опять же я расклинил вот так вот поставить и соответственно по бокам уже по бокам уже мы распираем делаем вот так вот или кладем уже да допустим вот смотрите вот так вот можем класть вот так вот можем поставить то есть как бы вот этот блинчик у нас он будет у нас уже внутри здесь будет хорошая у нас перевязка соответственно вот так вот поставили его второй вариант да дальше что ну естественно это если нам с двух сторон нужна облицовочная стена ну давайте еще один вариант можно конечно подбирать то есть отбить немножко и сюда подобрать уже более толще камень какой-то допустим ну давайте сейчас отобьем то есть сразу вот эту часть смотрите я как бы немножко и укоротил камень то есть у меня уже получился не блинчик а довольно таки сюда можно ставить что-то уже поприличнее поприличнее выбираем в эту толщину так что мы сюда выберем ну допустим поприличнее что-то можно вот так вот поставить о смотрите вот вот вам собственная ситуация естественно кусочек его сейчас также надо будет подрихтовать вот так вот все смотрите отлично вот получилось да картина у нас вот такая и сверху же у нас идет допустим можно даже взять этот же блинчик и подобрать ну здесь тоже нужно подрихтовать вот так вот можно положить перекрыть можно вот так вот то есть уже идет перевязочка да ну вот так вот вам будет видней идем дальше здесь допустим пошла у нас вот такая перевязочка и здесь так же само пошли 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 дальше или можно сделать вообще то есть если мы вот так вот подрихтуем можно вот так вот перевязать так же само вот получается вот такая отличная у нас перевязочка ну и все и дальше допустим вот мы отбили этот же сразу сразу же кусок откидываем его сразу вот так же идет то есть перевязочку в общем друзья что я хочу сказать я вчера сказал рифату после этого он сразу же заказал skype консультацию минут 20 я его еще skype консультировал как я сказал рифату бутовый камень нужно в любом случае класть при помощи вот таких вот инструментов то есть молоток и вот такая вот кувалдочка в любом случае через кувалдочку через молоток где-то подбить где-то подтесать допустим вы видите да у меня вот этот камень его положить нереально было потому что так распалась конструкция потому что ну вот эти грани они все кривые я отбил и смотрите получилась ровненькая вот такая грань соответственно теперь можно ее его уклазь вот так вот и сделать хорошую перевязочку дальше уже идем по ситуации подбираем ножками вот допустим у меня приблизительно вот так вот естественно по той же технологии которую я рассказывал предыдущем ролике растворчик накладываем заблаговременно дальше что дальше приблизительно можно сделать вот так вот вот так вот так падает у меня ну я чуть-чуть вот так вот выставлю его все и дальше пошли пошли делаете наборочку главное не бояться брать камушек прикидывать куда лучше ляжет если сюда не лег он может быть у вас там через 50 сантиметров как раз будет то место куда ему нужно и лечь вот такой был очередной видео ответ я надеюсь все понятно если что-то непонятно если мы с рефатом на связи в любом случае ему подскажу расскажу в режиме онлайна а точнее skype консультации а на сегодня у меня все если понравилось видео ставьте лайк и подписывайтесь на канал если что-то было непонятно пишите в комментариях а с вами как всегда был владимир коваленко он же мастер кладки желаю вам удачи и хорошего настроения всем пока а а а